МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все началось с того, что 23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На первоначальном этапе расследования следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия. Не была установлена даже личность погибшего человека. В кратчайшие сроки следователи выяснили, что 50-летняя погибшая являлась собственницей двух квартир, расположенных в городе Ярославль, которые незадолго до ее смерти перешли в собственность третьих лиц. Уголовное дело по факту убийства жительницы Ярославля возбуждено отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. Убийство было совершено группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление – мошенничество. Длительной, кропотливой и слаженной работой следователя отдела по расследованию особо важных дел криминалистов областного следственного управления СК России, сотрудников управления уголовного розыска МВД России по Тверской области и управления по раскрытию резонансных преступлений главного уголовного розыска МВД России дала положительные результаты. Так было установлено, что преступления в отношении погибшей женщины были совершены преступной группой, состоящей из жителей Ярославской области – двух женщин и мужчины. 40-летний мужчина и 34-летняя женщина Светлана Беляева и Григорий Бабыльков были задержаны и доставлены к следователю на допрос. Фигуранты дали признательные показания в совершении мошенничества в отношении потерпевшей, а также убийства последней. 51-летняя же фигурантка скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 51-летняя злоумышленница была задержана. 5 февраля женщину задержали в Московской области. Там она снимала дом. Алла Милявская долгое время жила по поддельным паспортам, меняла имена, изменяла внешность. Долгая и кропотливая работа региональных сыщиков, сотрудников Главного управления МВД России и следователей СОСК России по Тверской области закончилась успехом. Ведь обвиняемое, по мнению следователя, причастно к еще одному тяжкому преступлению. Убийство мужа женщины, труп которой обнаружен в Халязинском районе. Мужчину сожгли заживо. А все для того, чтобы тот не забил тревогу по поводу исчезновения своей жены. И, конечно же, ради заветных квадратных метров. В конце 2019 года одного из фигурантов дела следователи и сотрудники полиции вывозили в Халязинский район для проверки показаний на месте. Обвиняемый показал место, где была утоплена женщина, и сделала это, по показаниям мужчины, та самая фигурантка, которую объявили в розыск. Лязка попросила скрыть труп, так? Что вы делали для этого? Для этого? Пошел что-нибудь? То есть, как бы даже... Что нашли? Пошел какие-то железяки и цепь. Именно эти железки и цепь обвиняемый привязал к бездыханному телу и притопил его. Григорий, скажите, а вы слышали какие-то звуки, когда вот она спустилась, да? И вы не знали, с какой целью? Для чего они сказали, они пошли к реке? И помыться, ну подмыться, так как потерпевшая в туалет сходила, находясь в машине. Она не могла, она была нетрезвой? Ну, была выпившая. Вы откуда в этот день, куда ехали? Из Мутища, Ярославля. А зачем вы ехали? Отвезти их. То есть вы везли двух женщин, да? Да. И обе они из Ярославля? То есть вы их домой везли? Нет, к мужу. К мужу, вот эту потерпевшую везли, да? Там оформляли какую-то сделку в Москве? А для чего в Москву ездили? Я для чего? Я там живу. А они как там оказались? Потерпевшая сдавала квартиру свою вот этой гражданке. И, то есть она сдавала квартиру, и потом они вместе поехали домой, вы их отвозили? Нет, они собирались в Ярославле вещи собрать и ехать на юг Сочи. Отдыхать? Да. Вместе? Да. Вот с этой потерпевшей? Да. Они друг друга знали давно? Несколько месяцев. Несколько месяцев, то есть были знакомы? Угу. Вы когда увидели, что есть утопленник, что вот одна женщина утопила другую? Когда вторая поднялась. От реки? От реки. И потом я подошел и увидел ближайшее тело у берега. И вторая сказала вам, чтобы ее не было видно, чтобы вы ликвидировали, да? Ну, спрятал. А почему вы послушались? Вы хорошо знакомы со второй? Ну, я не сразу послушался. Немножко выцепенение было. Вы не ожидали, что произойдет убийство? Ничего вам она не объясняла, зачем она это сделала потом? Ну, гораздо позже уже объяснила. А пока обратно ехали, на вопросы мои не смогла ответить. Для чего это? Вы судимы раньше? Да. Отсидели? Да. Давно? За что? 159-е. Мошенничество? Да. Три года назад. Три года назад? Вышли? Или вышли? Угу. А чем занимались? Профессия у вас какая? Юрист по недвижимости. Вариилтер? Как нам стало известно, фигуранты этого уголовного дела внимательно следили за развитием событий по делу Шугаибова и знали, чем закончилась преступная схема предыдущей банды черных риэлторов. Приговором Ярославского областного суда Светлане Беляевой и Алле Милявской назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Григорий Бабыльков получил 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Региональные организации Российский союз ветеранов Афганистана и клуб «Красная звезда» сообщают о смерти дважды кавалера Ордена Мужества, участника боевых действий, офицера-десантника в отставке Станислава Коноплянникова. Профессиональный военный после увольнения в запас Станислав занимался творчеством. Его знают как музыканта, певца и композитора, автора и исполнителя военно-патриотических песен. Отпевание Станислава Коноплянникова пройдет 28 мая в церкви «Белая Троица» в 12.30.